Здравствуйте! Программа «На равных» в эфире 12 канала. Инвалидность. Как часто это слово переворачивает привычную жизнь с ног на голову. Все течет гладко и хорошо, пока болезнь тихонько не подкрадется или несчастный случай не ударит сильно и метко. И тогда начинается проверка на прочность. Героиня сегодняшнего выпуска такую проверку прошла. При прогрессирующем воспалении костной ткани она умудрилась победить обстоятельства. Вот я хожу, бегаю, все. Тут три дня подымается высокая температура, меня увозят в больницу. В течение трех дней делают операцию, делают неправильно. И все. Когда едет человек на велосипеде, тогда я только понимаю, что с удовольствием бы прокатилась на велосипеде, но я не могу этого сделать. Смотря в их глаза, мы понимаем, что желание-то огромное, поэтому отказать невозможно просто. Она выступает даже среди здоровых людей. Настолько уникальный человек. Даже я, может быть, могу то, что не может делать обычный человек, нормальный, здоровый, то, что могу здесь сделать я. Если бы не спорт, я не знаю, чем бы, например, инвалиды занимались. Азово. Десять часов утра. Тихо, спокойно и, кажется, люди никуда не спешат. В центре села спортивный комплекс «Штерн», что в переводе с немецкого означает «завезда». Здесь среди кубков, вампелов, медалей и наград, среди фотографий мастеров спорта по русской лапте, лыжным гонкам, биатлону и легкой атлетике трудится наша героиня Алена Семеновичутин. Ей 41 год, и три десятка лет она живет по принципу – не дать сломить себя ни людям, ни обстоятельствам. Трудности не боится, никакой работы не чурается. Свободное время проводит с пользой для здоровья и общества. Защищает честь Азовского немецкого национального района на соревнованиях среди обычных и особенных спортсменов. Я в трех видах участвовала. Пауэрлифтингом, рестлинг у меня первые места в плавании – второй. Как-то, в принципе, у нас все активно участвуют и с удовольствием. Вот это очередной кубок победителя. Василь Кули, команда Азовского района под руководством нашей героини, заняла первое общекомандное место. В межрайонной Спартакеаде спорт – необычный спортсмен. Среди людей с ограниченными физическими возможностями. Кубок и грамот Алена поставила на самое видное место, чтобы каждый входящий в фойе сразу обратил внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Вот и Павел Эккерт, начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорта, решил лично поздравить с победой. Мастер спорта по русской лапте, судья международной категории, как никто другой знает, какие требуются усилия, чтобы стать лучшим. Добрый день, Алена. Здравствуйте. Все, жена здорово? Да, все хорошо. Сейчас ездили. Удачно. Вот результат. Без травм, без ничего. Да, все хорошо. Ну, молодцы, я вас поздравляю. Спасибо. Туда съездили не просто так, вы же представители нашего района. Результаты радуют, но это тот случай, когда в коне корм. Так что, куда мы не отправляем, у нас везде или призеры, или чемпионы. Большим удовольствием занимаются, и нам уже и покоя не дают. Ну, в принципе, это хорошо, когда такая есть сплоченность и взаимная такая поддержка. На спорт людей с ограничениями по здоровью в Азово делают ставку. За пару лет сплоченная команда особенных спортсменов с 18-й позиции поднялась на вторую, что сказалось на общекомандном зачете Азовчан на королеве спорта и празднике Севера. Ведь результат инвалидов теперь идет в общую копилку. Пополняет ее в том числе и Алена Семеновичути. Ну, я не знаю, это просто наша находка. Ну, не только наша, но она, наверное, и для области она. Потому что и она уже участвовала на королеве спорта. Среди здоровых, без ограничений людьми. Так что, ну, это уже шаг. Ну, и Валя Кожевина тоже, она среди здоровых, она в легкой атлетике тоже участвует. Ну, в принципе, они молодцы. Валя Кожевина. С рождения, не имеющая кисти левой руки. Еще одна гордость Азовчан. Бегунья, вошедшая в расширенный состав Паралимпийской сборной России. Два года назад была героиней программы «На равных». Кто знает, связала бы она свою судьбу с профессиональным спортом, если бы не случай. На сельской легкоатлетической дорожке Валю заметили и пригласили в город. Пять лет назад Валентина переехала из родного Азовского района в Омск. Из любительского спорта перешла в профессиональный. Сразу же отправилась на чемпионат России и заняла третье место. Дальше больше. Впереди Паралимпиада в Бразилии. Наша сегодняшняя героиня о таком успехе не мечтает. Понимает, время упущено, но рук не опускает. На всероссийские соревнования точно пригласят. Не в этом году, так в следующем. Ей даже с атрофированной ногой многое легко дается. Дартс, пулевая стрельба, тяжелая атлетика. В какой сектор кидать, скажите вы? Ну, ты выбираешь, давай вот это, 12-9-14. Давай сюда, если тебе удобнее. Тренировки в перерывах между работой, иногда вечерами. Когда и сколько решают вместе тренеры и ученицы. Светлана Волкова из тех, кто по зову сердца развивает в Азово спортинвалидов. Желание человека, стремление к спорту. Поэтому уделяем свое личное время. Остаемся где-то вечером после работы, во время рабочего дня где-то что-то пытаемся выкроить минутку. Поэтому вот таким образом специалистов нет. Специалисты должны быть специально обучены. Но их в природе как таковых-то у нас нет. Ставок нет. Все финансы, все упирается в финансы. Нет профильного специалиста, поэтому и занимаются развитием простых, востребованных видов спорта. Дартс подходит людям с ограничениями по слуху, зрению и нарушениям функции опорно-двигательного аппарата. Это спорт без ограничений. Ну пойдем. Вот смотри, по результатам пошло утроение, да, 39. Здесь десяточка и восьмерка. Что получилось? 39, 40, 40, 50. 7. Плохо, разброс пошли. Нет, неплохо, хорошо. Ладно, давай закончим, постреляем и на сегодня все, да? Хорошо. В спортивном зале нашу героиню ждут наставники по стрельбе и по тяжелой атлетике. Расчехлена и современная малокалиберная винтовка. Ее приобрели для особенных спортсменов, выступающих в таком виде, как пулевая стрельба. Меткость нарабатывается ежедневными тренировками. Руки трясутся. Ничего, ничего, волнуешься здесь. Это хорошо. Значит, живает. Вылизывай каждый раз. Наша героиня всегда стреляет сидя. И ее поврежденная нога за столом вытянута по струнке. Конечность не сгибается в колене. Об этом Алена расскажет позже, уже дома, чтобы сейчас не отвлекаться от дела. Семерка на одиннадцать. Я хочу тоже посемерку. Вот, девятку зацепила. И девятка на шесть часов, Ален. И здесь тоже девятка, но не хватит. Разброс, хороший разброс. Десять, и восемь, 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 восемнадцать, тридцать восемь, сорок шесть. Самое главное, с этими людьми интересно работать. Они более ответственны, более, как сказать, более, да, более серьезно относятся ко всем. Самое главное, они поверили в себя, и результат, и он сразу приходит. У нас даже в программе праздника ограничено, что человек может, участник может понимать только в трех видах. Она во всех пяти, то есть мы с ней, как бы, она и в плавании у нас победитель и призер. Она и в пауэрлифтинге у нас, и в дартсе, и в стрельбе, то есть и в легкой атлетике, и в толкании ядра. То есть она универсальный человек, который, ну, все может буквально. Но только ограничения в трех видах, поэтому у нее из королевы три медали всего. Я сама по себе сразу уже, например, могла поднимать 40 килограмм. Даже не тренируюсь и не пробую никогда. Сейчас какой у вас рекорд? Ну, пока 60. Ну, потому что, наверное, из-за того, что не совсем активно занимаюсь. Спорт в жизни человека с инвалидностью играет особую роль. Это занятость, связь с окружающим миром, общественно полезный труд, реабилитация и социальная интеграция. Глаза героини Алены блестят не от слез отчаяния, от радости общения. В прекрасном расположении духа во второй половине дня спортсменка, мама двоих детей, идет домой. Пару километров пешком. С ее-то возможностями. Оказывается, так всегда. Пешком, почти бегом. Не скрывает, что устала. Смотри, как снатуля идет. Ой, на. Ну, девочка. Так происходит каждый день, заверяет Алена. Дочь Даша ждет возвращения, а как увидит в окно маму, выбегает встречать. В съемном жилье они живут вчетвером. Алена с дочерью и сыном, который уже работает, и совершенно чужой дедушка, ставший родным. Многие годы Алена ухаживает за ним. Правда, дедули сейчас во дворе прячутся от съемочной группы. Зато есть возможность поговорить с самой Аленой о болезни, инвалидности, о том, как в 9 лет ушибла, а позже застудила ногу. Это когда заболевание кости, и оно как бы не вылечивается. Ну, дай бог тому, что оно меня не беспокоит. Ну, бывает беспокоит, боли бывают очень сильные. Но я уже привыкла к этому, потому что от этого никуда не деться. В мужском внимании я, честно, никогда не была обделена. Иногда некоторые спрашивали, что у тебя с ногой? А я отвечала, парашют не раскрылся. И все. Ну, что я буду говорить, что я в детстве ударила, простудила? Ну, это неинтересно. Страх перед горем больше самого горя. А вот Алена вспоминает, что в детстве ничего не боялась. Да и позже, когда беременной осталась без мужа, когда покидала родной Казахстан, обживалась на новом месте, зарабатывала и воспитывала одна-двоих детей. Всегда выходила победителем с верой в себя. И рассказать о себе аудитории 12-го канала без раздумий решилась. Понимает задачу быть примером стойкости. Если какой-то человек сейчас сидит и думает с ограниченными возможностями, что я ущербна, не могу, кто-то стесняется этого. Я думаю, что зря. У меня есть дети, у меня есть работа. Я об этом не думаю. Знаете, я как-то не считаю себя ущербной. Я от жизни беру все. И все я могу в этой жизни. Для меня мама самая красивая и лучшая. Если кто-то смотрит на ее ногу, я не обращаю на это внимания. Потому что я ее очень сильно люблю. Во многих случаях впасть в депрессию и опустить руки человека заставляет само слово. Инвалидность, а не физическое состояние. В программе «На равных» мы каждую неделю рассказываем вам о сильных людях, которые инвалидность стараются не замечать, как Алена Семеновича Тейзазова. Внешне она ничем не отвечает от других людей. Лишь походка выдает, что женщина каждый день борется с физическим недугом. И нужно отметить, делает это с улыбкой и хорошим настроением. Улыбнитесь и вы, и хорошего вам настроя. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова